Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я приветствую вас из нашего дискуссионного зала и студии РЭН. И мы предлагаем очередную дискуссию. Я ведущий Мамука Купа Радзе, и на сей рации заменяю нашего основного ведущего, Зверда Куридзе, который в данный момент находится в командировке в другой стране. Сегодня мы будем говорить о российско-грузинских отношениях. Как вам хорошо известно, эти отношения довольно сложный вопрос, и наше общество неоднородно рассматривает данную проблематику и перспективу наших отношений. Есть противники сближения с Россией, утверждая, что это, так сказать, неоправданный компромисс и прогрошный вариант для Грузии. Но есть другие, которые считают, что российско-грузинские отношения должны выправиться. И позвольте представить наших гостей. Они уже второй год участвуют в российско-грузинском диалоге. Андрей Сущенцов, МГИМО. Второй гость Артур Атаев, младший научный сотрудник, который работает в Центре института стратегических исследований России. Грузинскую сторону представляет Георгий Шайшмелашвили, Кавказский дом, руководитель программ. И Леван Кахишфили, магистр Оксфордского университета. Первый вопрос вам, Георгий. И позволите спросить, Георгий, давайте напомним нашим зрителям, чему служит наш проект и какие цели, какие задачи у проекта. И в целом, кто вас поддерживает, что вот уже два года, так сказать, есть плодотворные отношения с представителями России. Большое спасибо за приглашение и приветствую наших телезрителей. А что касается, кто оказывает поддержку, я могу даже назвать студию РЭ, которая действительно поддерживает наш диалог, наш процесс и регулярно освещает наши встречи. А что касается финансовой поддержки, она осуществляется с помощью правительства Великобритании, конкретно с помощью посольства Великобритании в Грузии. И, наверное, важно отметить, что данный проект мы начали еще при прежней власти, при власти Михаила Саакашвили национального движения, то есть в то время, когда российско-грузинские отношения, то есть в плане вот этих попыток нормализовать отношения, еще не было этих стремлений, и ничто, в принципе, не предвещало таких вот попыток. И основная цель этого, что мы хотим создать некую платформу, платформу для вот постоянной коммуникации между молодыми аналитиками, научными руководителями, представителями, которые, так сказать, не успели жить в общей советской стране, и, соответственно, их последствия не было никакого ни, скажем, вот научного контакта. В общем, они не знают друг друга, короче говоря. В принципе, проект заключался в том, что, поскольку это есть, так сказать, более, так сказать, люди свободные от исторического бремени и тяжести, я думаю, что у нынешнего поколения больше возможности найти друг с другом больше общего. Я думаю, что такое предположение оказалось правильным, и мы находимся в постоянном контакте гражданин России и Грузии, и в условиях объективной сложности, конечно же, мы придерживаемся наших позиций, и, так сказать, в ряде случаев эти позиции, конечно, отличаются от общеприентных позиций, но все-таки я думаю, что все-таки, так сказать, были найдены сферы возможного сотрудничества, где мы строим наши отношения. А что мне больше всего нравится, то есть нам удалось, что в рамках и даже за рамками проекта, то есть люди, которые участвовали в наших проектах, они продолжают сотрудничество, отношения, то есть были созданы некие параллельные, дополнительные процессы, на которые мы никак не влияем. То есть мы просто вот дали толчок данному процессу. Я считаю, что даже из-за того, что, например, скажем, российское видение в Грузии, я думаю, что находится в глубоком кризисе, так и, в принципе, в много других сфер, а наша платформа дала толчок грузинским политологам, специалистам международных отношений, некий толчок, то есть чтобы они получили информацию о России. То есть таким образом мы поспособствовали формированию исследователей нового поколения. И мы действительно помогаем, то есть оказываем содействие, чтобы в Грузии появился круг людей, которые регулярно будут работать по российскому направлению и предоставят соответствующий анализ как обществу, так и правительству, и, как говорят, так сказать, заинтересованным лицам. Большое спасибо вам, Георгий. Хочу спросить у Ливана. Ливан, для вас это, в принципе, уже практическая деятельность, когда у вас в рамках проекта есть как бы личные уже отношения с представителями Российской Федерации. А что для вас значит участие в данном проекте? И есть ли какие-нибудь новые нюансы для вашей будущей научной деятельности? Во-первых, хочу поблагодарить за приглашение. Я приветствую ваших телезрителей. Знаете, для меня я только что закончил свое обучение, и это, так сказать, первые шаги, то есть в сфере практического применения своих познаний и образования. Соответственно, это первый год, когда я участвую в данном диалоге, то, что весьма и весьма важно, потому что в любом случае коммуникация с соседом и, скажем, ознакомиться с соседским народом, действительно, это прекрасная возможность. У меня не было возможности побывать в России и иметь много друзей в России. Соответственно, это прекрасная возможность. А, дружба состоялась. То есть, знаете, пока что это первая неделя. Мы, я думаю, что поближе познакомимся друг с другом. Большое спасибо. Мы, конечно, вернемся к этой теме. Я хочу спросить у Андрея. Вот за этот год, когда новая власть начала, как она сама заявила, то есть приведение этих отношений в порядок, то есть какая реакция последовала в российском обществе, в российских политических кругах, и было ли это понято так же адекватно, как, например, грузинская власть решила поменять, так сказать, характер отношений с Россией и перевести более нормальный ракурс. Спасибо вам за возможность снова просуждать на тему российско-грузинских отношений. Я рад оказаться здесь, в студии ОРЭ. Действительно, это третий раз, когда мы уже обсуждаем этот вопрос. Мне кажется, что прошедший год был очень важен для наших двусторонних отношений. Важно, как он начался, важно, как он продолжался, и важно, как этот год заканчивается, даже несмотря на то, что в наших двусторонних отношениях не все было гладко, и было как минимум два случая, когда весь процесс мог встать под вопрос, и была угроза для него. Но и в Москве, мне кажется, и в Тбилиси есть ощущение на то, что нормализации двусторонних отношений нет альтернативы. Она созрела, и она необходима. Во-первых, предыдущий период двусторонних отношений был откровенно нездоровый. Между двумя странами отсутствуют самые базовые алгоритмы сотрудничества, вроде, например, сотрудничества по обеспечению безопасности общей границы. Был затруднен транзит грузов, не было нормального визового сообщения. Были даже какие-то попытки, значит, провокации такого полувоенного характера. Все это сейчас прекращено, и учитывая, что курс грузинских властей развернулся на 180 градусов в этом вопросе. И согласны с этим, что на 180 градусов повернулся? Вы знаете, на фоне того, что было прежде, это, конечно, огромное изменение. В Москве без иллюзий смотрят на возможности появления какой-то другой альтернативной позиции в Грузии сейчас. То есть невозможно себе представить, что кто-то готов здесь перешагнуть через красные линии в какую-то другую сторону. Поэтому я думаю, что в России смотрят на произошедшее в Грузии с интересом и с надеждой. Преимуществом нашей ситуации является то, что само грузинское общество сделало выбор в пользу нового вектора развития этих двусторонних отношений. И в России это ценят, видят. И я думаю, что усилия моих друзей из Кавказского дома, которые они начали еще на фоне непредсказуемо, мне было понятно, как все это проходит. Это, конечно, их большая заслуга в этом. Они дерзнули, сделали смелый шаг. Я помню, два года назад, когда мы начали только все эти дискуссии, как висело электричество в воздухе, как было трудно поднимать какие-то даже самые общие вопросы, как встречи наши с чиновниками и с министрами правительства напоминали перепалку в иной раз. Мы были, может быть, одни из первых людей из России, которые занимались этим вопросом. И я вижу сейчас, по прошедшим двух лет, что дух дискуссии, он качественно изменился. И мы понимаем, какие вопросы нас разделяют. Мы понимаем, что консенсуса быстрого по этим вопросам достичь невозможно, и он потребует не только нашего участия, но и участия других сторон. Но мы одновременно видим настрой на то, чтобы начинать двигаться к решению всех вопросов, которые нас разделяют. Если коротко по поводу итогов этого года, то я думаю, что несколько главных сфер я бы выделил, динамика в которых, может быть, одна из самых больших международных динамик в международных отношениях последнего года. Первое – это, конечно, бумирующий товарооборот между Россией и Грузией, который сейчас двухзначные цифры ежемесячно показывает. Значит, Россия вышла на первое место как экспортное направление для ряда грузинских товаров и, видимо, закрепится в этом месте. Могу предположить, что в течение какого-то периода это даст рост грузинского ВВП на один или на два процента. Это немало. Значит, существенно продвинулся вопрос в обеспечении транзита грузов по территории Грузии. С российской стороны была качественно отремонтирована дорога туда, к Верхнему Ларсу. С грузинской стороны это сделано было тоже. Там налажена современная система пропуска грузов, терминал, который может быстро проводить эти грузы. И сейчас, как нас проинформировали, значит, технически, уже на технической стадии решение вопроса о оперативной выдаче виз водителям транзитного транспорта. Значит, российские коллеги показывают статистику выдачи виз, которую делает наше консульство здесь, наша секция интересов. За первые три месяца их количество выросло на 30%. Сейчас какая-то цифра тоже двухзначная, большая. Ограничением в этой связи является вопрос по-прежнему нездоровый. Визовое сообщение, к сожалению, далеко от идеального. К сожалению, наличие, отсутствие, вернее, дипломатических отношений препятствует безвизовому режиму. Но, кроме того, этому пропускной способности нашей секции интересов препятствует то, что существует верхний потолок количества дипломатов, которые могут присутствовать здесь в Тбилиси и там в Москве. Это всего 10 человек. Из них только три или два даже занимаются визовыми вопросами. При том, в ажиотажном спросе на визы здесь, конечно, три человека не могут в день обработать больше, чем какое-то число документов. Может быть, имеет смысл подумать над увеличением числа этих дипломатов. Может быть, это назрело, и это будет хорошим техническим решением этой проблемы, которая не потребует, допустим, поднятия вопроса о дипломатических отношениях. Ну и по социальным контактам и гуманитарным контактам мы видим, что тут есть геометрический рост тоже. Количество российских туристов, российских групп, делегат, которые здесь побывали, они уже, думаю, видимо, формируют критическую массу людей в Москве, которые новое видение о отношениях там формируют. Поэтому я думаю, что это был очень полезный год, который является хорошим фундаментом для развития на следующий период. Спасибо, Андрей. Сейчас мы выходим на рекламу, и через пару минут вернемся в наш дискуссионный зал. Мы продолжаем нашу дискуссию. Из-за теледискуссионного зала студии РЭМ Артур, хочу к вам обратиться с вопросом. Насколько мне известно, вы впервые находитесь в Грузии и впервые участвуете в данном проекте, в российско-грузинском проекте, вот ваши взгляды, было бы очень интересно, то есть какие взгляды у вас сформировались, например, в России, и оправдались ли эти взгляды, когда вы приехали в Грузию, и в рамках проекта вы встречаетесь с должностными лицами, с представителями общества. То есть что-нибудь поменялось в ваших взглядах, или ваши ожидания оказались совершенно адекватными? То есть какая была для вас ношество, так сказать? Ну, во-первых, некоторые позиции меня в Грузии, в Тбилиси в частности, удивили. Ну, я не буду повторять их вслед за Андреем, но меня поразило количество туристов русскоговорящих из республик Северного Кавказа, из других стран СНГ, из России. Вот меня это поразило. Этого я никак не ожидал увидеть. Что я ожидал увидеть, это, если говорить откровенно, а мы учимся говорить здесь откровенно, друг с другом в том числе, что меня еще удивило, я ожидал более высокий градус во время нашего общения с государственными чиновниками. Более серьезный градус такой, нельзя сказать негативный, но, наверное, даже антироссийский. Вот этот градус, он понижен, заметно. Это понижен. Да, он понижен. Это то, что, так, на поверхности. Для меня очень интересны были внутриполитические процессы, происходящие в Грузии на современном этапе, в их интерпретации, в интерпретации наших спикеров. Вот я не могу не отметить филигранно точную и эффективную работу Кавказского дома, когда они очень грамотно подобрали нам спикеров, которые дали представление об историческом контексте, о современном контексте. И, в принципе, даже есть прогнозы на будущее, которые, вопросы, которые мы задавали, мы на них получали исчерпывающую информацию. У вас и у Андрея, так сказать, вот за последние месяцы, за последние годы власть Грузии, то есть поменяла отношения в отношении России, и власть, грузинская власть работает на, скажем, уменьшение, то есть образа врага, за которым последовали те блага, что в данный момент есть между нашими странами и дает возможность, так сказать, перспективы урегулировать отношения. Для нас, конечно, конфликт – это очень больная тема. Мы не можем урегулировать эти конфликты и, не знаю, то есть и без влияния или содействия российской стороны нам очень трудно будет конфликт урегулировать, но на этом фоне мы сталкиваемся с большими сложностями и вызовами. То есть, с одной стороны, с одного взгляда, вроде бы, грузинская власть имеет желание выправить отношения, но в Грузии налицо оккупационная линия, так сказать, и колючая проволока по этой линии, а потом даже перемещение этой линии вглубь грузинской территории. Действительно, так вот где-то на 50 метров смещается, где-то на 200 метров. Я прекрасно понимаю, что вы не отвечаете, и грузинская сторона тоже не отвечает за это, чтобы за наше правительство, мы, скажем, были подотчетны, но мне интересно, скажем, ваше мнение как политолога. То есть, когда происходит подобное со стороны государства, то, что очень болезненно для грузинской стороны, как бы нам объяснить, почему это происходит? Может быть, это плохая координация между политическими кругами, что вроде отношения должны улучшиться, а с другой стороны, это действительно носит провокационный характер и сильно раздражает как местное население, так и политические круги. Вот как вы скажете, что это вызовало? То есть, отчего это? Это может быть плохая координация между кругами или целенаправленное действие для того, чтобы еще сильнее подчинить Грузию со стороны России. Как вы объясните данное явление? Ну, вам, Андрей, первый раз. Мы с вами начали говорить про российско-грузинские отношения. Но не только российско-грузинские отношения, к сожалению, влияют на этот... То есть, не только Россия и Грузия влияют на российско-грузинские отношения. Значит, нам известно, что в Грузии сейчас доминирует концепция оккупации, что в Осетии и в Абхазии существуют управляемые марионеточные режимы, которые слушаются то, что им говорит Москва. Я не обсуждаю как бы дипломатическую и политическую логику этой концепции, но если смотреть фактически, осуществляет ли фактически Россия контроль и говорит ли, что делать осетинскому и абхазскому правительству в отношении своих отношений с Грузией, это будет не так. Фактически это не так. И в Осетии, и в Абхазии существует правительство, у которых есть в том числе и разногласия с Россией по поводу каких-то вопросов их союзного интереса. Это может показаться грузинской аудитории удивительным. Я могу понять это. Но учитывая, значит, что 20 лет почти не было никаких контактов или они были очень ослаблены, то, в общем, понятно, что это будет трудно объяснить. Согласен с вами, что этот процесс, который здесь называют бородеризацией, он наносит урон, ущерб российско-грузинской нормализации сейчас. Могу, как человек, который за этим наблюдает из Москвы, сказать, что в Москве с некоторой неожиданностью внезапно услышали о появлении такого явления, как, значит, вот то, что сейчас называется бородеризацией. Почему? Потому что программа по оборудованию границы была начата в 2009 году в ходе правления предыдущего правительства. То, что она так долго реализовывалась, связано с рядом обстоятельств, там не буду комментировать с какими, я не знаю, в общем, с какими именно. Но, наверное, то, что она не была закончена к моменту, когда, значит, Саакашвили ушел из власти, это, вот это, наверное, главная проблема. Также является проблемой то, что осетинская сторона постоянно на женевских дискуссиях предлагала в кооперативном ключе хотя бы определить, как именно эта граница, или, в общем, как ее называть, будет проходить, чтобы это не затрагивало деликатные сферы и чтобы не возникало проблем гуманитарного свойства. Значит, грузинская сторона уклонялась от того, чтобы какое-то сотрудничество на этот счет организовывать. Может быть, в частности, там, предыдущее правительство рассчитывало, что на общественный резонанс. Если сотрудничества не будет, разумеется, осетин это сделает в одностороннем порядке, разумеется, это вызовет проблемы и конфликт. Я хочу обратить внимание, что первые инциденты, или первое, значит, общественное недовольство в связи с этой парадеризацией началось еще в 2010 году, потом продолжилось в 2011 году. И в ходе своего годичного почти пребывания вне власти, то есть, имея президента, но не имея правительства, значит, Саакашвили не старался педалировать эту тему. Стал ее педалировать только тогда, когда у власти стало находиться правительство грузинской мечты, тем самым критикуя его. Но в действительности вот этот процесс установления заграждений не является ответом на позитивные шаги грузинского правительства. Они, наоборот, являются запоздалым ответом на политику предыдущих властей Саакашвили и единого национального движения. Надо же как-то это исправить. Об этом же политически... Это проблема. Но я, во-первых, обращаю внимание на то, что осетинское руководство приняло решение границу свою оборудовать, а Абхазия приняла решение установить дополнительные, например, пункты пропуска на свои границы, не устанавливая заграждений. То есть, здесь нет координированности позиций. Причем, Александр Анквап, насколько мне известно, он публично заявил о том, что они принципиально не собираются устанавливать эти заграждения, потому что это не соответствует духу времени. То, что осетинское руководство хочет оборудовать свою границу, стремиться к этому, значит, это не заслуга России. Здесь нужно это твердо понимать. Не Россия подталкивает осетин желать устанавливать заграждения. Полагаю, что российское руководство более того думает, что это несовременный способ решения проблем. И думаю, что с течением времени наоборот. Интересы России состоят в том, чтобы снимать ограничения на трафик и транзит, взаимный обмен между людьми, грузами, капиталом, рабочей силой. Дополнительные заграждения в этой связи, это, конечно, искусственное и нормальное явление. Но я на данный момент... От нас видна такая картина, что Россия препятствует, препятствует, чтобы вот этот обмен грузов и открытие границы, так называемой границы, произошло на периметре бывшего Южной Осетии. У нас вот такая видение картины. Давайте вспомним, кто закрыл рынок в Арганете и зачем это было сделано. В принципе, арганетский рынок и явление, которое вокруг него сложилось, объективно сближало. Это оказалось обострением конфликта в свое время. Конечно, конечно. Он объективно сближал осетин и грузин. И это был способ транзита через Южную Осетию в Россию. И вокруг этого рынка формировались общие семьи, браки и прочее. Правда, но сейчас, в данный момент, уже год, как мы пишем новые отношения, налаживаем новые отношения. Но давайте вспомним, что не так давно, а там по историческим меркам совсем недавно была война. И то, что война была всего 5 лет назад, и мы сейчас говорим о нормализации, это, в принципе, исторически очень короткий срок. А понять Юго-Осетин, я призываю просто встать и на их место тоже. И не полагать, что Москва определяет, что им думать, что им говорить. По моим наблюдениям, острота ощущений у них по отношению к Тбилиси по-прежнему очень высокая. Сколько времени должно пройти, чтобы они перестали чувствовать себя незащищенными? Вы знаете, вероятно, что как только началась разговор о нормализации, только разговор о российско-грузинской нормализации, Юго-Осетинская община и Осетинская община в Москве очень остро отреагировала на этот процесс, ожидая, что, возможно, здесь какие-то будут, что их не учтут, их мнение не послушают и прочее, и прочее. Поэтому я призываю смотреть на этот проблемный вопрос о бородеризации не как на вопрос российско-грузинских отношений, а как минимум вопрос, который касается трех сторон. Хорошо, спасибо. Хочу спросить у Левана. Как вам кажется, человеку, то есть, который получил образование на Западе, вот как вам видится, как рассматривает Запад отношения, то есть, улучшение отношений между Грузией и Россией, как это со стороны Запада смотрится? Вы знаете, мне кажется, что нормализация грузинно-российских отношений для Запада вполне выгодна. Вы знаете, между Западом и Россией есть свои собственные проблемы, и не нужно, чтобы Грузия создала дополнительные проблемы между Западом и Россией, или между хотя бы Евросоюзом и Россией, или Америкой и Россией. Им нужен надежный партнер, на котором можно положиться и который не будет, скажем, провоцировать какие-то действия. И нормализация взаимоотношений и добрососистских отношений между двумя странами, это, конечно, входит в интересы каждого. И, вы знаете, в Грузии часто слышим аргумент, что сближение с Россией, это компромисс, который отдалит нас от Европы. Георгий, как это должно происходить, по вашему мнению? То есть, с одной стороны, как нам сохранить европейские ценности и стремиться в Европу, а с другой стороны, так сказать, улучшить отношения с Россией. Где-то происходит, так сказать, не приводится ли где-то вот эти два движения, вот сопротивление друг с другом. Вы знаете, я не считаю, что попытка нормализовать отношения с Россией, как это делает наша власть за последние годы, как-то мешает сближению Грузии с Европой, интеграции Грузии в евроатлантическое пространство. Наоборот, я думаю, что, исходя из объективных, так сказать, реальностей, что есть между Россией и Грузией, более того, могу сказать, что вот парадоксально, но как раз именно этот опыт августа 2008 года, дальнейшее признание, наверное, вот те красные линии, которые, так сказать, необратимыми сделали, так сказать, максимальное дистанцирование Грузии от российского пространства. Другого пространства просто нету, кроме евроатлантического. Так что, то, что делает эта власть, то есть власть Грузии, то есть есть темы, которых мы не касаемся, например, евроатлантическая интеграция Грузии. И я думаю, что в России это прекрасно понимают, когда мы говорим с нашими коллегами, друзьями, они прекрасно осознают, что данное направление, данный выбор Грузии не изменится. То есть в России тоже, мне кажется, это осознают. И само по себе я думаю, что грузинская власть прекрасно удастся, и здесь надо, конечно, признать конструктивную роль России. То есть в чём должно быть согласие? Мы соглашаемся, так сказать, в том, в чём мы соглашаемся, то есть территориальная целостность и статус этих регионов, и это евроатлантическая интеграция Грузии. То есть Россия в ближайшей перспективе не собирается отозвать признание. И кроме того, давайте будем сотрудничать по тем темам, которым можно сотрудничать, то есть торгово-экономическое отношение, транспортное отношение, так сказать, гуманитарные вопросы, культурные вопросы. В этих направлениях работа винулась, и что Грузия что-то потеряла? Наоборот, я думаю, что прекрасно видим, что с одной стороны финансовым отношением, мне кажется, что определённая позиция на российском рынке для нашей продукции, конечно же, очень выгодна. И в этом отношении историческое явление, наверное, то, что для Грузии, когда в Вильнюсе в конце месяца произойдёт парафирование документа, который предполагает ассоциированный членство Грузии в Евросоюзе, то есть будет подписан, так сказать, широкий рамочный документ, потом начнётся работа над предписанием и так далее. То есть процесс интеграции, в принципе, не приостанавливался, как мы видим. То есть, наверное, принципиально было возможно нормализовать отношения с Россией, и эта нормализация никак не мешает сотрудничества с Европой, особенно с Евросоюзом, с которым у России есть свой распорядок дня и есть довольно-таки широкий формат сотрудничества. И также успешно сотрудничают, между прочим. Так что здесь никаких проблем я не вижу, по крайней мере. Эти люди, в принципе, ну, понятно, есть, конечно, скептики, почему, в принципе, они вот эти аргументы приводят, но мне кажется, что время и опыты прошедшие два года показывают, что, то есть, как бы, не ущемляет свои собственные интересы, вполне возможна определённая коммуникация с Россией. А эту позицию прекрасно понимает большая часть наших зрителей. Сейчас мы снова выходим на рекламу и вновь вернёмся в нашу студию. Мы продолжаем теледискуссию студии РЭМ, которая посвящается российско-грузинским отношениям. Со следующим вопросом я хочу обратиться к Артуру Атаеву. У России есть двойное отношение к Кавказу, то есть, у России постоянно есть проблемы с северо-кавказскими республиками, это не ново. После развала СССР были созданы проблемы, появились горячие точки, и в это время Россия предоставляет независимость, так сказать, то есть, двум регионам, которые уже расположены по южной стороне Кавказа, регионы которой принадлежали Грузии, вот эти двойные подходы, так называемые двойные стандарты, не усложняют ли задачу России навести порядок на Северном Кавказе? То есть, нет ли причины, что Россия никак не может установить порядок на Северном Кавказе? Или, может быть, нам это тоже кажется, и эта динамика Северного Кавказа является позитивной для Российской Федерации? Ну, я непосредственно занимаюсь регионом Северный Кавказ, и это входит в мою сферу профессиональных научных интересов, поэтому на вопрос я с удовольствием отвечу. Но прежде чем ответить, я хочу дать небольшой срез экспертный, который я перед приездом сюда провел в экспертном сообществе Москвы. Дело в том, что эксперты, которые занимаются регионом Южный Кавказ, они делятся условно на три категории. Первая категория – это люди, которые уверены, и они это продуцируют в средствах массовой информации, печатных, электронных, в своих обзорах, интервью и так далее, уверены в том, что отношения России и Грузии поменяются на качественном уровне только лишь после того, когда Грузия принесет официальные изменения, то есть покаяния грузинской страны. Вторые эксперты уверены… В чем выражаются, можете уточнить? Ну, перечислить, какие пункты вы подразумеваете, пока я… Я сейчас не готов, просто я это сам делал… В чем-то признаться, да, Грузия должна в чем-то признаться. В агрессии. В агрессии Южной Осетии в 2008 году. Вторая группа экспертов – это люди, которые уверены, что нужно налаживать на микро- и макроуровни уже отношения на сегодняшнем этапе, без каких-либо предварительных условий и требований. Третья группа экспертов указывает на то, что отношения наладятся сами собой и чему-то давать импульс, чего-то подталкивать не нужно. То есть, сама история и сам контекст отношений выведут на определенный уровень. В мирном пространстве. Да, да, да. Обязательно. Вот сами люди и так далее, институты гражданского общества, социальные группы, взаимодействующие между собой, которые, в принципе, взаимодействуют и сейчас, и, наверное, и будут взаимодействовать на этом уровне. Вот эти, на мой взгляд, вот то, что я провел экспертное интервью перед приездом сюда, вот это тот срез, который есть на сегодняшний день. И это данность, это факт. Вот вы в своем предыдущем вопросе сказали, что уровень отношений на политическом уровне недостаточно эффективен. Вот дело в том, что это мое, наверное, личное мнение, но я не вижу уровня отношений на политическом уровне. На уровне людей, лиц, которые принимают решения и способны принять решения, я этих отношений не вижу. И в этих условиях, в этих условиях, наверное, ну, важно сформировать группу экспертов, которые в очень узком, может быть, кругу, но в очень доверительной обстановке смогут перед друг другом ставить, перед друг другом, не в публичной сфере, какие-то вопросы, какие-то вопросы и в форме диалога откровенно разговаривать. А просто откровенно разговаривать, это важно. Вот я приехал сюда, чтобы откровенно поговорить с группой экспертов, вот в закрытой, не публичной обстановке. Это удалось? Удается, удается. Это проект. Да, удается. Теперь вот, если позволите, я перейду к ответу на ваш вопрос. Северный Кавказ, там в конце 80-х и в начале 90-х действительно получили импульс сепаратистские проекты, вернее, не сепаратистские, националистические проекты, которые дали импульс сепаратистским проектам. В свою очередь, эти сепаратистские проекты довольно известные, они дали импульс исламистским проектам, и это все было выведено в две операции. Первая операция – наведение конституционного порядка в Чечне, а вторая операция – контртеррористическая операция в Чечне. Но в 2003 году в Чеченской республике произошло знаковое событие. Оно произошло очень… его было очень трудно организовать и покойному президенту Ахмад Хаджи Кадырову, его соратникам. Это был референдум. Референдум о том, что Чечня остается в составе Российской Федерации. Ну, это факт. Это факт, который засвидетельствован, он имеет место быть. Я бываю на Кавказе и с уверенностью могу сказать, что то, что сейчас происходит в Грозном, то, что происходит в Чечне, это модель эффективного управления и модель эффективного борьбы с терроризмом и с исламизмом. Вот на сегодняшний день это так. Грозный восстановлен. Он не просто восстановлен. Он вырос. Он вырос в экономике. Можно по-разному относиться к лидеру Чеченской Республики и к нему по-разному относятся. Но на сегодняшний день сепаратизм в Чечне нивелирован. Там за счет того качественного количественного роста экономики, политики, социальной сферы. Вот. То, что касается в целом Северного Кавказа, то я тоже с уверенностью могу сказать, что это тоже объективная реальность. То, что исламистская бан подполье из Северного Кавказа вытеснена. Оно вытесняется. Совершенно иная обстановка в Кабардино-Балкарии. Совершенно. Нивелирован сепаратизм и исламизм в Карачаево-Черкесии. Ну, нет уже того. Ни в населенных пунктах горной местности, ни в городах Карачаева-Черкесии. Более тяжелая обстановка в Дагестане. Да, это мы видим. Но в Дагестане с приходом нового президента Абдулла Типова, главы республики, простите, обстановка тоже решается. И решается и это в том числе проблема ваххабизма, салафии, исламизма в целом она решается. И за счет качественного роста гражданских инициатив, улучшения социально-экономических позиций региона, вовлечения олигархов-дагестанцев в дагестанскую экономику, тоже работает механизм эффективно. И что не менее важно, вот в этих процессах, которые были негативные на Северном Кавказе, национализм, сепаратизм, исламизм, был очень сильный внешний фактор. Вот давайте вспомним, сколько участников незаконных вооруженных формирований диверсионно-террористических групп были представителями арабских стран и стран Ближнего Востока. Это факт. И в этом аспекте, вот что я хочу сказать, терроризм и исламизм, ну может быть больше в какой-то долгосрочной перспективе, реально угрожает и интересам Грузии, насколько я понимаю. Реально угрожает. И здесь есть очень серьезные опорные точки у этого движения, которое в принципе не признает государственность как таковую. Вот как-то Грузия могла бы способствовать наложению порядка в Северной Кавказе? Ну я думаю да. Я думаю да. Нам нуждается российская власть? Конечно. Вот в рамках Содружества независимых государств в 2000 году, еще до событий 11 сентября 2001 года, был организован антитеррористический центр. И это факт свидетельствует о том, что уже угроза перед самим 11 сентября уже была очевидной для координирующих органов. И в этом плане события известные, которые имели место быть в определенное время в Панкийском ущелье, тоже являются, наверное, и на сегодняшний день в какой-то мере болевой точкой в системе региональной безопасности. И вот в этом плане объединение усилий, оно просто жизненно необходимо. Оно для государства необходимо. Мы часто слышим, опять-таки, от российских политологов и исследователей, взгляды которых отличаются от ваших взглядов. Они считают, что России очень дорого обходится, так сказать, содержание Северного Кавказа в таком виде, и что это не рассчитано на будущее. Что это, мол, то есть базируется на каких-то коррупционных схемах, и что это даже диктатура, так сказать, на местах. И часто, конечно, приводятся аргументы Чечни и ссылаются на то, что в Чечне есть такая диктатура. А хотя вот говорить на эту тему из Грузии достаточно сложно, потому что для насердного Кавказа закрыто, и все-таки это решать вам. Но все-таки есть другое мнение. Как вам кажется, Андрей, Северный Кавказ, который весьма и весьма зависим, и сенситивная тема для нашей политики, вы тоже согласны с Артуром, там все нормально прямо идет? Спасибо за вопрос. Думаю, что это важный вопрос, и это действительно одна из сфер, где общие интересы России и Грузии очевидны. Они были общими на протяжении 200 лет нашей общей истории, и они продолжают быть общими сейчас. Проблемы, которые на Северном Кавказе имеет Российская Федерация, не уникальны. В принципе, коллапсы государственных институтов на всем постсоветском пространстве, который происходил не только в России, но и в таких странах, как Таджикистан, допустим, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, эпизодически приводили к поиску местными элитами какой-то своей сперва идентичности, потом националистическим проектам и потом развитие часто по той схеме, которую описал Артур. В единичных случаях вроде Таджикского удалось достичь внутреннего национального примирения, в этом была своя роль у России. Но и Россия, помимо, значит, Кавказских регионов, имела также и сепаратистские тенденции в других регионах страны, в районе Татарстана, Башкортостана. Коллапс государства – это не такая, значит, удивительно уникальная вещь. Когда он происходит, резко падает уровень жизни населения, резко падает ВВП на душу населения, резко падает эффективность государственных институтов. По сути, они становятся неспособны исполнять свою роль, и возникает явление даже таких, знаете, полевых командиров, которые формально входят в структуру государства, но в действительности занимаются каким-то своим предпринимательством силовым, так скажем. Все это характерно для Северного Кавказа. Тенденции, которые мы наблюдаем, по крайней мере, на протяжении последних восьми лет – это наращивание внутрополитического и экономического ресурса России как государства. Уровень жизни населения вырос существенно, ВВП на душу населения сейчас около 17 тысяч долларов на человека, это больше, чем во всех странах постсоветского пространства и превышает отдельные страны Евросоюза. Уже рост заметен, почти тысяча долларов в год. Насчет чего, если можно уточнить? Ну, это отдельный вопрос. Я не хочу сейчас, как бы, хочу закончить с Северным Кавказом. Рост ВВП России связан с совокупным ее потенциалом, там есть вклады энергетики и экспорта высокотехнологичных ресурсов. Россия второй в мире поставщик оружия, строитель атомных электростанций, это многомиллиардные проекты, строитель космодромов Латинской Америки и там в других регионах, там провайдер спутниковой связи, ну, в общем, номенкулатура российского экспорта товаров и услуг, она большая. Я не знаю ее в совершенстве, но тем не менее, у роста ВВП на душу населения есть своя логика. Неправильно ее объяснять только высокой конъюнктурой на нефть. За этим, за повышением ресурса идет восстановление эффективности государственного механизма. И этим, в общем-то, была занята вся страна на протяжении последних десяти лет, может быть и больше. В силу того, что Кавказский регион, как и некоторые другие регионы, скажем так, на периферии, вдалее от основного ядра России, который производит продукт, собственно, регионами развития для российского государства являются регионы вокруг ее центральной европейской части, отдельные регионы Сибири и на севере. Те регионы, которые производят дополнительный продукт, которые не являются дотационными и которые являются драйверами роста. В этой связи те регионы, которые не являются драйверами роста, которые получают дотации из центра, для них стабилизация общая государственная доходит в последнюю очередь. И, к сожалению, Северный Кавказ – это один из тех регионов, до которых стабилизация тоже доходила не в первую очередь, к сожалению. Хотя проблемы и угрозы безопасности с ним связаны и для всех очевидно, и расходы, которые Россия несет в связи с поддержанием там безопасности, они большие. Но я не могу сказать, возможно, Артур меня поправит, что расходы, которые Россия несет на Северном Кавказе, они больше, чем, например, в других регионах, как на Камчатке, или на Магадане, или на Чукотке, в регионы, где невозможно сельское хозяйство, где приходится завозить продукты, где необходимо поддерживать высокий уровень населения и численность населения, которое не может само себя кормить. Россия – довольно необычная страна в этой связи, сложно ее сравнивать со страной, каждый регион которой может сам себя кормить. Поэтому я бы не связывал вот та формулировка вопроса о том, что, мол, вот… Дорого стоит. Да, дорого стоит. Проблемы с Грузией здесь в России объясняют ее неспособность справиться с чем-то на Северном Кавказе. Нет, я думаю, что это не взаимосвязано. Притом, в Грузии Россия заинтересована увидеть сильного, суверенного и дружественного партнера, с которым она может нормально сотрудничать по охране общей границы. В самом уязвимом для России месте ее государственности. Те проблемы, которые нас с вами разъединяют последние 20 лет, проблемы Осетии и Абхазии, они не на пустом месте появились, да? Есть, несомненно, вклад, его предстоит исследовать, вклад отдельных граждан России в конфликты в Абхазии. Нужно его исследовать. Здесь ясности нет. Политическая воля на препятствование разрастанию этому конфликту у Бориса Ельцина, несомненно, была. Этим объясняется режим к санкции в отношении Абхазии, блокады и препятствования добровольцам, и дискриминация в отношении российских офицеров, которые в Абхазии служили в 92-м и 93-м годах. Там целый есть комплекс проблем. И, в принципе, требуется... То есть, российское руководство не заинтересовано было никогда в расколе Грузии. Понимаете, раздробленность, слабое, раздробленное, неуправляемое государство на твоей южной границе, это проблема, а не возможность. Сейчас уже и нет таких, в общем, слава богу, мракобесных точек зрения о том, что якобы можно управлять с помощью конфликтов. В 21-м веке невозможно управлять с помощью конфликтов. Конфликт создает больше проблем, чем их решает. Конфликт препятствует развитию. Конфликт углубляет конфронтацию. Конфликт препятствует росту ВВП на душу населения. И это совсем не то, в чем заинтересована сейчас Россия. Спасибо. Спасибо. Извиняюсь, мы должны завершить нашу дискуссию. И мы не смогли предоставить грузинским участникам, так сказать, эквивалентное время. Так сказать, я думаю, что нам и для зрителей тоже было очень интересно услышать соображения наших гостей, представителей Российской Федерации. Еще раз большое спасибо, дорогие друзья, за то, что пришли в нашу студию. Мы продолжим освещать российско-грузинские отношения, так как это весьма важный и, так сказать, больной вопрос для Грузии. От этого зависит развитие Грузии и урегулирование тех конфликтов, которые уже более 20 лет существуют в Грузии. Большое спасибо. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»!